Продолжение следует... 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 Да, Мэтт здесь уже потраливает сам себя, очень-очень интересный поединок, я согласен с полностью Мэтт, я такого захватывающего боя еще не видел. Вот Мэтт забирает первый фраг, но правда моментально Азерот его на 0 и разменивает, и игроки, которые находятся сейчас в тэшке, должны хоть какой-то взор обратить на 0, там Азерот просто беспрепятственно бежит, но вот раут по нему все-таки попадает, и сейчас три игрока команды 5 New Cambers просто закрыты на своих позициях, если их пойдут аркады еще и на боковую, то там большие проблемы у них будут намечаться, но вот здесь вид от третьего открытый еще, ну как-то совсем ребята не подготовились. Да, замечательно, все замечательно сейчас, особенно в атаке 5-0, летим пацаны 4 раунда до окончания первой половины, но в принципе они не пытаются что-либо менять, направляются сейчас под позиции Apple, ну куда ребят, ну... Третьего лица же открытый, читай чаты. А он у меня не отображается. А ты и Enter, ты каждый раз нажимай. Пока ты его сам не откроешь, он... Ну я тебе и говорю, Enter нажимаешь, чтобы чат открытый. А зачем? Они там может ругаются, и это все на трансляцию пойдет. Я же сегодня хастую. У тебя всегда такое посвящение спустя сколько, кстати, уже? Месяца два, наверное? Да, месяца два, наверное, проходит, и я сел за управление. Уже забыл вообще что-то. Какие рычаги управления, где на кого надавить, кого кикнуть, кого убить. Да, ну что, убираются у нас. Извиняюсь, вступил на Камалик. Конечно, непростительная ошибка, я бы тебя, честно говоря, вообще бы забанил на пожизненное рейс. Сейчас машина пойдет. Найс. Мэтт так написал с улыбкой, и я думал, это шутка, но вот там ребята что-то пугают меня, походу. Без этого никуда не обойтись. Шучу. Ладно, Мэтт, хорошо. Шути. Погнали. Так, ну что, вроде как есть прогруз, без выходов. Да, все замечательно, ну и опять же смотрим, куда же направятся у нас игроки в атаке. Мэтт попытается сыграть через мид. Фридом тем временем будет халповать ему с ноля. Ну, посмотрим. Давайте за Мэттом. Он с уашками пытается на быстрой ноге открыть сейчас позиции. Бэплэн там, но я так понимаю, по нему инфы вообще никакой нету. А вот там Аркада выходит с винтов. Даблкил, все прекрасно. Маккол пошел на мид, а Мэтт сидит себе под бетоном. Ну что, пацаны, как у вас дела, как ваше ничего. От Мэда есть минус, но теперь по нему также имеется информация. Выход на катушке, 15 хп оставляет своему сопернику. Но здесь на питон Маккола идет и добивает. Шестой раунд. Почему так легко все проходит, непонятно совсем почему. Ну, мне кажется, знаешь, здесь даже не столько проблем в игроках, да, что именно 4-5 играет. Проблем уже в головах. Ну, мол, ладно, типа нас меньше, поэтому здесь даже пытаться как-то не стоит. Проблема чисто психология. Я думаю, даже у команды 5-2 камера сейчас. Но здесь неплохой минус от Мэда имеется. Кстати, и по Макколу мог поработать. Маккол. Нет, все-таки с Кларком вместе разбираются. У оппонента под мином. И это 3-4. Но там уже мост прошли. Именно Миньо будет обороняться на этой позиции. Но там уже в спину и Маккол приходит. Маккол забирает одного. Ну, и здесь никуда, кроме дороги, не остается уходить в Эйтишеку. И в Эйтишек остается 1-4. Ну, там Камалико должен его чекать. Миньо довольно неплохо, я хотел бы сказать, что отыгрывает. Но все-таки его казнили. А вот Камалико выходит на позиции воды и спокойно перестреливает своего соперника. 7-0. Ну, избиение. Просто тотальное избиение. Я думаю, здесь уже комментарии будут излишними. Выход на позиции Масла у нас будет от Маккола. Попытка остановить своего соперника. От Мэда довольно неплохое начало. Имеется опенфраг. Сейчас в равных условиях находятся у нас игроки и другой команды. Но от Кларка есть минус. Также падает Мэд. Ситуация 4-2. Ну, 8-0, походу. Ну, похоже на то. Здесь, да, бесперспективник. Как говорит у нас, да, вот молодежь. И сейчас уже, конечно же, придется... Старик нашелся. Да, да, я уже такой старенький. Знаешь, такой уже все. С меня там песочек сыпется там и так далее. Что, 9-0 у нас, да? Или 8-0? 8-0 пока. А, 8-0. Ну, понятно. Матч закончится очень быстро. Да, увы, третий матч нас не порадовал каким-то более жестким опытным счетом. Ну, ладно. Мэд. Опять же, попытка выхода на мид. Там просто толпой парни летят уже, выжимая своего соперника. Хаешки полетели. Но здесь на питон просто уже берут. Падает у нас Мэд. Выход под позицию Аплэнта имеется. Но, я так понимаю, пока Малико не было информации до последнего момента. Но все-таки по нему находят минус. Вейтишек попытается халпануть. Но от Фридома есть минус. 3 в 3. Вполне можно брать этот раунд. Ну, там Азерот уже пошел на питоны, на всевозможные атрибутики инвентаря, там играть и так далее. Кларка здесь неплохо забирают вдвоем. Но там есть формация по двойке, есть формация по бетону. Но здесь Азерот идет с питона давить. И там Фридом остается также на одну тычку. Но Фридом ждет, ждет Азерот. Азерот пойдет его пушить. Ну что, неужели первый раунд заберут команду? Вполне могут. Но вот Азерот уже берет 3 раунда. Три фрага, четыре. Он просто четверых положил с этого питона. Ну, ребят, ну так нельзя. И это девятый раунд для команды Манс. Ну и 9-0. Все? Не будут играть? Максим, ты снял? Спрашивает Азерот. Да, да, да. Ой. Ну, походу 10-0. Но я не знаю, так выходить, конечно, некрасиво. Ну, моралька уже, ребят, все. Тут уже ничего не поделаешь. 9-0 первую половину слили. На этом все закончено. Давай подводить итоги по ставкам. 10-0. Было ли? 10-0. Было. Было. На ютубе поставил Ваня Пасад. 10-0 на элементы Манс. Ваня, пиши мне. Учетные записи. Скрин ее, точнее, тоже мне в ВК кидай. Так. Вконтакте теперь. Вконтакте мы смотрим. 10-0. 10-0. 10-0. Дима Керимов. Дима Керимов. Также пиши мне в личные сообщения. Ну, что ж, дорогие друзья. Это были все матчи на сегодня. Да, к сожалению, третий матч не порадовал нас какой-то жарой. Но, тем не менее, спасибо ребятам, что вышли в бой. Спасибо всем, кто присутствовал сегодня на трансляции. Вы большие молодцы. Приносим, опять же, свои извинения за небольшие технические неполадки. Но было все устранено, и сразу же мы ринулись с вами в бой. Завтра у нас будет закрытый этап новогодней пальбы. Так что ждем вас на Стримчанском. Следите за новостями в группе Point Blank и в официальной группе Point Blank. Ну, а для вас сегодня работали я, Максим Чеев и Герман Громов. Пока-пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...